Таким бодрым, позитивным утром тема дорог поднималась уже неоднократно. Хотелось бы ее продолжить. И сегодня в студии Виталий Викторов, член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Доброе утро. И сразу же вопрос. Вот чем же занимается ваш фронт? В чем цель и задача? Что вы делаете? Ну, если так просто сказать, то Общероссийский народный фронт занимается продвижением нацпроектов, либо целевых программ, контролирует их выполнение, доносит это выполнение до президента, потому что мы по его поручениям работаем. Поддержит активистов во всех регионах, которые проявляют свою гражданскую позицию. Ну вот вкратце, наверное, так. А каким образом поддерживает активистов? Мы рассматриваем их, когда они обращаются, либо стараются что-то выполнить, и у них не получается. Тогда подключаемся мы и начинаем... Содействовать. Содействовать в этом, да. Подключая все профильные. Виталий Александрович, у вас такой громкий, красивый статус, независимый эксперт. Что это означает? Ну, это громко, наверное, сказано, да, независимый эксперт. Будем считать общественный эксперт, потому что, в принципе, мы смотрим так, как происходит. Вот я лично контролирую или курирую это выполнение нацпроекта безопасной качественной дороги в Крыму. То мы смотрим глазами жителей, да, насколько они удовлетворены теми дорогами, которые ремонтируются. И вот насколько удовлетворены. Ну, позвольте, я перебью. А вы сам водитель? Да, я сам водитель. А давно водите? Ну, наверное, уже 30 лет больше. Ну, теперь к вопросу Ирины. Да, насколько удовлетворены, да, как вы уже сказали, глазами жителей вы смотрите, и вот на сколько? Ну, в последнее время, конечно, я встречаюсь, проезжая, когда по дорогам, да, я разговариваю, стараюсь с жителями. И то, что дороги делаются, это они реально делаются. То, что они больше делаются в Крыму за последние, там, два года, это неоспоримо. Жители радостны от того, что к ним приходят качественные, да, асфальтированные дороги. Есть, конечно, такие, как всегда, возникают небольшие проблемы, которые мы выявляем в ходе рейдов, мониторингов. Вот последний рейд мы проводили по Симферопольскому району с привлечением Минтранса, Стройнадзора, журналисты вашего канала присутствовали при этом. Проехали по дорогам, которые в этом году по национальным проектам производится ремонт. Отметили, что есть и положительные моменты, есть и отрицательные. Вот можно коснуться и того, и другого, и положительных, и отрицательных. Да, качественная укладка асфальта однозначно стала лучше. В городе, может быть, тоже стали замечать, стали больше или тщательнее ремонтировать ливневки и колодцы. Они стали более ровнее, по ним стали лучше приезжать. По району мы заметили то, что не делаются обочины. Не делаются? Не делаются обочины. Не во всех районах, в частности по Добровской долине, не были сделаны обочины. То есть как-то, то есть они, грубо говоря, положили асфальт, а там то, что сбоку, то все. Да. Ну, когда начали выяснять, мы всегда так делаем, когда посмотрим, начинаем понимать, почему это происходит. Выяснилось, что в тех заданиях с заказчиком обочин не было. Может быть, они решили, что они волшебным образом появятся сами, но так, к сожалению, не происходит. То есть подрядчик виноват не был. Мы думали, что это подрядчик не выполняет, но выяснилось, что это так. То есть теперь мы обратим внимание на... Что нужно доработать. Надо делать в тех заданиях полностью то, что должно быть выполнено, и тогда подрядчик это должен выполнить в срок и качественно. В данном случае не виноват. Ну, не виноват, посмотрим, как он закончит все это дело. Потому что есть нюансы с какими-то техническими вопросами. Там ливневки делают по району, делаются не так качественно, как в городе. А в чем именно дефект качества? Дефект качества? Ну, это в квалификации людей. Квалификация людей, на самом деле, наверное, федеральных дороги, когда делают компании, привлекаются более... Маститые. Да, то здесь приходится... Объектов много выполняется, привлекают субподрядчиков. Они не всегда обладают теми качественными строителями, которые должны быть. Вот именно ливневки, получается, кривые, некачественные. Нет, ливневка, я привел пример, это вот в селе Доброе, да, там сделали через дорогу ливневку и подложили там, ее установили на камень, на кирпичи. Но мы обратили внимание Минтрац к этому, они сказали, что до 31 декабря, когда будет сдача дорог, все будет исправлено, в том числе и обочины, которые не сделаны, они тоже исправят. Мы будем следить, мы ежемесячно уезжаем по всем дорогам. Надо сказать, что в этом году по нацпроекту безопасно-качественной дороги выполняется 63 объекта, в том числе 18 объектов дорог по городу Симферополю и 36 по району. Это много или мало? Ну, это достаточно много для одного года, но надо понимать, что нельзя сейчас сбавлять темпы, потому что на следующий год будет еще такой же объем или даже может увеличиться. То есть к концу года должны закончить, да? Конечно, конечно. И я уверен, что будут закончены, потому что мы с августа месяца начали ежемесячно уезжать на эти дороги, все дороги просматриваются каждый месяц, поэтому отставания, так сказать, минимальные, да, они все выходят на финальную стадию. Посмотрим, как качественно они будут сделать, сделаны к концу. Ну вот вы перечислили много недостатков, а все-таки вот давайте теперь сделаем уклон в хорошее. Что хорошего появилось? Еще. Еще, давайте хорошее. Ну а что? Ну, если в селах, да, и дороги появляются такие, которые никогда там вообще просто в жизни не было сфальта. В принципе, дороги добавляются. Конечно. Поэтому жители удовлетворены этим. Я говорю, что надо только такие, скажем, нюансы сделать, когда проводят дорогу у пенсионерки, если съезд к ней получился ниже дороги, да, ну уж я думаю, что подрядчик, ну, должен пойти навстречу, да, там, ну, не заасфальтировать, а просто подсыпать, чтобы ей было комфортно. Потому что мы в том году сталкивались с таким отношением, что на улице Кубанское, когда ремонтировали, у инвалида подняли асфальт, по которому он из своего двора даже не мог выехать на коляске. Ну, все, конечно, переделали, но я думаю, что это должно решаться все в ходе обычной работы. Спасибо вам большое. К сожалению, время у нас ограничено. Бывает одна секунда еще. Можно ли к вам подать жалобу какую-то, если вот обнаружил дефект? Решил завершить, да, прям. Первое, что можно сделать, это есть сайт карта убитых дорог, это называется дороги.unf.ru, можно туда выйти, там хорошая логистика, поставить где точки, да, и определить тот участок, который надо отремонтировать. Также можно, unf.ru, есть сайт тоже, по которому надо выбрать свой регион, и там есть способы обращения. Интернет. Либо телефоны, либо почта, либо есть такая, называемая красная кнопка. Спасибо большое. Спасибо большое. Сегодня в студии у нас был Виталий Викторов, член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Спасибо. Мы двигаемся дальше, и тему автомобилей и дорог мы не бросаем, и следующий сюжет как раз об этом.